С одной стороны, мне гораздо проще говорить после моих коллег, потому что очень много говорилось о платформенных конкретных решениях, о вопросах аппаратных решений, о вопросах глобальных решений инфраструктуры и критической инфраструктуры. С другой стороны, мир цифровой экономики настолько стремительно идет в последнее время гигантскими шагами, создавая новые финансовые инструменты. И все мы на протяжении последних двух лет постоянно слышим как хайповые, так реальные заявления, основывающиеся на конкретных решениях, связанных с криптовалютными инструментами, либо с электронно-денежными контурами и так далее. Но в этой системе есть одно большое но. С такой же скоростью, как увеличивается количество финансовых инструментов, либо конкретных финансовых решений и платформенных решений с новыми инструментами в мире, с такой же скоростью прирастает хакерская либо преступная деятельность на системах финансовых инструментов. Кибербезопасность в принципе это вообще основной вопрос, который касается конкретных решений и конкретных платформ, которые строят транзакционные, либо конкретные финансовые инструменты для улучшения среды инвестирования, улучшения и убыстрения скорости отношений между транзакциями и между гражданами. И если не решать вопросы кибербезопасности на первом же уровне, то в отличие от простых платформенных решений, вопросы финансовых инструментов системы цифровой экономики будут разрушаться одномоментно. Потому что, как Андрей сказал в первой части и в своем докладе, что на сегодняшний день вопрос количества затрат в кибербезопасность и во взлом системы, это по сути дела кратная пропорциональная система тому, что получит взломщик. Поэтому, естественно, так как это конкретные решения, связанные с кошельковым хранением граждан в электронно-денежных, либо в криптовалютных системах, либо это решения, связанные с платформенными глобальными хранилищами, опять же, финансовых инструментов, здесь хакерское сообщество идет впереди планеты всей и разрабатывает максимально быстрые системы взлома для того, чтобы максимально быстро насытить себя некой выгодой. И поэтому кибербезопасность в данной ситуации это основная тема и у нее очень высокий экспортный потенциал. Как правильно сказал Андрей, представляя в начале меня, мы в последнее время очень активно отслеживаем команды, группы и платформы, которые создаются во всем мире. И наши контрагенты на сегодняшний день как юридические, так и финансово-экономические и айтишные существуют в 42 странах мира. Соответственно, это для института цифровой экономики. И мы отслеживаем ежедневно платформенные решения по инструментам цифровой экономики, финансовым инструментам, которые возникают в разных странах мира. И здесь очень важный момент, что действительно на сегодняшний день статистика показывает, что в среднем на различном уровне от топов до обычных разработчиков в 62% в том числе и китайских платформенных решений присутствуют русские программисты, русскоязычные архитекторы, айти-менеджеры и так далее. И поэтому вопросы кибербезопасности и экспорта платформенных решений в кибербезопасности на сегодняшний день из России – это такой глобальный тренд общемирового характера. Потому что крупные зарубежные инвесторы, вкладывающие деньги в свои платформенные решения по новым криптовалютным транзакционным системам, просто даже в обычной фидоциарной экономической модели, они рассматривают в том числе и российские команды. И большая проблема заключается в том на сегодняшний день, что все эти разрозненные решения, которые предлагают российские IT-компании, либо частные лица, они не имеют упаковки, стандартизированные и принятые для восприятия в Европе, Америке и Азии. И поэтому, собственно, наша ассоциация и смотрит на различного, агрегирует на себе различного рода игроков нашего российского рынка, которые способны предоставить новые решения, в том числе и систем безопасности финансовых инструментов. Дело в том, что объем финансирования за последние 3-4 года, который вылился в криптовалютные проекты, либо проекты, связанные с экономическими финансовыми инструментами различных стран мира, связанные с электронно-денежными контурами, столь велик, ну то есть это огромные средства. И в прошлом году по заявлению Блумберга к концу года, в 2017, объем вовлеченности средств в рынок IT-финансов во всем мире был уже равносилен вместе с эмиссией этих средств триллиону долларов США. И на сегодняшний день мы понимаем, что если мы не будем в нашей российской действительности а участвовать в этих рыночных решениях и не предлагать какие-то платформенные решения по финансовым инструментам цифровой экономики, и не будем тут же предлагать системные решения, связанные с кибербезопасностью этих платформ, практически мы проигрываем мировые форматы и мировые инвестиционные объемные средства, которые могли бы оказаться в Российской Федерации и развивать рынок интеллектуальной собственности и рынок глобальных IT-решений. Из самого понятия цифровая экономика видно, что это практически любой вид цифрового продукта и онлайн-продукта. И, собственно, именно это на сегодняшний день является мировым трендом решений, технических решений и технического прорыва. Владимир Владимирович не раз в своих заявлениях за последние несколько лет, Владимир Владимирович Путин, президент Российской Федерации, заявлял о том, что нам необходим технологический прорыв. Но на сегодняшний день, не обеспечив этому технологическому прорыву некую системную базу, критическую инфраструктуру Российской Федерации, в том числе связанную и с киберсистемами, и кибербезопасностью этих систем, практически говорить о неком технологическом прорыве не придется. И здесь возникает несколько проблем безопасности, которые решают в том числе и наши сотрудники. В первую очередь, криптографирование, о котором на сегодняшний день уже не раз говорилось. У нас существует такая своеобразная проблема, что две основные библиотеки криптографии, которыми пользуются все российские разработчики платформ, это и структура безопасности платформенных решений, это либо американская библиотека криптографии, либо китайская библиотека криптографии. И то, и другое имеет уязвимость, и сейчас активно в Российской Федерации идет работа над новыми криптографическими решениями, которые уже будут опосредованы как абсолютно русское решение, российское решение. И вторая проблема инфраструктурности, это даже не объем количества цодов, а это такие глобальные облачные решения, потому что все облачные решения для большой математики, для бигдаты на сегодняшний день находятся практически монопольно в Америке, и это решение на уровне Амазона. Здесь как раз кибербезопасность платформенных решений, связанных с финансами цифровой экономики, это прямо вопрос вопросов. По той простой причине, что формы QAC и EML, это формы подачи данных, их сокрытие, либо наоборот предъявления производителям платформенных решений, а далее попадающих в мир, это вопрос вопросов. И на сегодняшний день в этих объемах данных в Российской Федерации, конечно, отстает пока что. Заканчивая свое выступление, я бы хотел призвать разработчиков смотреть варианты именно уже предоставляемой рынку для экспорта этих технологических решений в сфере цифровой экономики именно за рубеж. По той простой причине, что зачастую русские решения – это такие прорывные, интересные формы, которые легко представлять на внешних рынках. Но так как в основном это малый и средний бизнес, если это не глобально-государственные пропагандируемые программы, то здесь возникает вопрос сочетания агломерации, конгломерации этих игроков. Собственно, чем и занимается наша ассоциация, и мы всегда всем рады. Спасибо огромное. Продолжение следует...